Минсельхоз сегодня презентовал поправки в законодательство по вопросам земельных отношений. Напомню, весной прошлого года была создана комиссия по земельной реформе. И вот сегодня уже можно увидеть первые результаты работы. К чему пришли эксперты, расскажет Саби Байбусинов. Он сейчас работает в аналитическом центре. Саби, добрый вечер. Оль, добрый вечер. Заседания комиссии проходили и в регионах страны. Люди смогли высказаться по телефону и даже онлайн на сайте жертурала.кз. Всего обращений поступило около 16 тысяч. Вот первые результаты работы комиссии. Принято решение сохранить и усовершенствовать институт аренды земель, установить предельную максимальную площадь аренды, повысить требования к пользователям пастбищ. Сельхозугодия в аренду теперь можно будет получить только на конкурсной основе. Обязательным условием для участия в конкурсе будет предоставление участникам конкурсного предложения, включая в себе бизнес-план ведения сельхозпроизводства, обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, обязательства по созданию рабочих мест для местного населения, обязательства по выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры пассивных площадей сельхозкультуры в соответствии со специализацией региона. Контроль за использованием земель планируют ужесточить, а значит и использовать угодья будут рационально. Эффективность использования земель будет проверять комиссия, а чтобы в одни руки не попали слишком большие площади, установлен максимальный лимит аренды. Минсельхоз прорабатывает методику расчета. И сейчас очень важная информация, в законопроекте предусмотрен запрет на предоставление земельных участков иностранцам, лицам без гражданства, гражданам Казахстана, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства и иностранным юридическим лицам. Почему мы должны не обеспечить сохранность имущества ни гражданина, ни резиденца республики? Например, у него автомобиль, у него одежда, у него компьютер. А вопрос о земле – это совсем другой статус, это совсем другая норма. Кроме того, граждане, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, деньги. Это тоже имущество. Должна храняться и обеспечиваться Конституцией их сохранности. Саби, вот как раз возвращаясь к комментарию, Серика Колбая очень многое активно обсуждается в обществе. Так называемая поправка к 26-й статье Конституции. Касается ли она земельных наделов? Оль, сразу замечу, что она никоим образом не касается земельного вопроса. Я поясню. В 26-й статье Конституции, которая гарантирует право собственности, предложено слова гражданин Казахстана поменять на слово «каждый». По мнению экспертов, право эта поправка будет гарантировать конституционную защиту прав всех людей, законно живущих или работающих на территории страны. Но еще раз подчеркну, в перечне имущества не фигурирует земля. Некоторые в связи с предложенными поправками в статью 26-ю Конституции стали ошибочно полагать, что она имеет отношение к статье 6, третий пункт, который гласит, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Так что речи о поправках именно в эту статью вовсе не ведется. Иными словами, никакой иностранный гражданин ни при каких обстоятельствах не сможет стать владельцем земли. 26-я статья, она гарантирует защиту, но она не предоставляет права. Если у наших зрителей есть опасения, что земля может выдаваться и не может выдаваться, то я хочу их развеять. Это не 26-я статья. Это статья 6 Конституции. 6-ю статью ничего не предлагается внести. На этом все. Еще раз напомню, что вопросы землепользования в стране регулирует земельный кодекс. Иностранцы не смогут взять землю в аренду. Оль, продолжай. Спасибо, Саби.